Всем доброго времени суток! Мы с вами продолжаем играть на карте на Дастфальве и у нас сейчас будет операция по спасению. Вот как вы помните в прошлой части у нас перевернулся один из тракторов, я на втором поехал его спасать и второй тоже застрял. Как бы это ни было ни странно, но там дорога какая-то совсем-совсем непригодная для езды, как оказалось на Урсусе, потому что он постоянно цеплялся за что-то там брюхом и в конечном счете сел окончательно и бесповоротно, поэтому я взял уже второй трактор, вернее уже третий даже получается, шуфер как-то, я не знаю как правильно, вы мне напишите в комментариях, наверное кто-то любит эту технику и наверное знает как правильно она называется. Вот и я надеюсь так с виду то у нас грозный мощный, я надеюсь что вот этот трактор у нас вытащит все предыдущие, да, даже даже мы ему так включим наверное сигнальные аварийные огонечки для того чтобы для того чтобы все видели вот что он едет на помощь на помощь едет так вот на этой самой дороге, я не знаю что здесь что здесь не так с этой дорогой, но вот как видите абсолютно на вроде бы как на ровной поверхности у нас здесь застрял урсус, сейчас попробуем еще раз, ну вот видите он буксует и не туда и не сюда, он там у нас Михаил сидит, руками машет, просит помощи, я просто не могу ничего сделать у нас вот прицеп я сейчас заметил сзади двигается, но ничего не происходит, поэтому что мы сейчас с вами будем будем делать. Я знаю что существует мод на технику, ой на такой, на железный трос да или как я не знаю назвать его, вот который который можно вытаскивать технику, но к сожалению у нас его пока в гараже нет, я заказал у вас, у вас он сказал обязательно привезет, вот но это будет чуть попозже, вот на данный момент у нас этого самого троса нет, поэтому хорошо что у нас техника не новая, да, поэтому ее не так жалко вот толкать, вот сейчас мы его вытащим, я надеюсь вытащим этот трактор и уже однозначно на урсусе мы по этим дорогам ездить больше не будем, потому что это опасно для как для него, так и для нас. Так, сейчас посмотрим выехал ли он, попробуем уехать на поле, да, все отлично, давайте его оттащим тогда и будем стараться объезжать такие дороги стороной, вот, будем стараться кататься только по полю или или вот по стандартной бетонке, да, ну и видимо время скоро наступит для урсуса, вернее не для урсуса, это означает для урсуса одно, что нам придется его продать, потому что так мы работать на нем не сможем. так, как думаем, еще найти место, откуда он будет ездить у нас. Найти место, откуда у нас будет ездить. Сейчас как-то вот, наверное, вот так мы и встанем. Так, как-то вот так мы и встанем, здесь он развернуться у нас сможет, на поле он у нас, вот если отсюда, наверное, тоже сможет поехать, вот единственное, что здесь крест, который тоже нам будет иногда мешать она вот эти проездные дорожки я уже боюсь даже подъезжать не знаю как поступить правильно ну давайте наверное попробуем отсюда если что будем им иногда помогать вы помогать выезжать но для этого нам сейчас спасем второй трактор как 2 я даже не знаю кто из них 2 какой 1 или вообще вот отсюда до начинать можем с поля как то вот так в общем сейчас разберемся крайне случае у нас есть еще еще один трактор раба по моему дали араба я не знаю как правильно мы должны на нем потом все это дело вытащить если еще у нас и вот этот трактор застрять ну вот в этом я как-то мало сомневаюсь я думаю что он у нас сейчас всю технику ты по вытаскивает один уже курсус вытащили осталось еще перевернуть еще один трактор и будет все хорошо здесь нам это удастся хотя я не подумал о том что что нам что-то лучше в наверно было бы с подъезд с с подъемным механизмом так я чуть как-то тут заехал не знаю как как нам было с этой стороны как все это дело заехать с этой с этой стороны о смотрите как здорово один вид нашего трактора и все стало все стало на свои места так пока в тенечке тогда у нас михай пока из него лазит что же посмотрим как у нас тут это приключилась все дело тогда на точки вот эти наверное последние удалить и как-то вот более более ровно попробовать по проехать эту дистанцию наверное уже тогда не из кабины показал практика это оказалось очень опасно будем туда аккуратненько наверное ехать да вот эти кочки смотрите подскакивать я боюсь что это может быть не единичной проблемой с переворотом даже уже опасно здесь нужны какие-то действительно большие мощные трактора которым плевать будет на эти кочки вот опять это такой был это здесь у нас тогда стоп да будет стоп не показывать кей так это у нас 16 20 поле давайте запишем посмотрим не знаю может быть придется перезаписывать 16 и 22 до дождите опять забыл 16 и 20 16 тире двадцатая поле так опять чисто по венгер чисто по венгерски пишем разгруз сохраняем комбайн выбрать ford 3 400 метров green вот нам кстати можем ориентироваться так green 249 метров да вот нам именно он и нужен с ближайшей точки запустить по маршруту еще комбайн для работы еду комбайн сейчас посмотрим как он подъедет если все будет в порядке мы с вами отправимся к нашему урсусу и попробуем и и его обучить с работа обучить работать с комбайном вроде бы здесь поехал давайте тогда перемещаемся курсусу здесь мы наверное с вами сразу нарисуем ему как ему и куда ехать так давайте сразу ему так работа с комбайном вот эта работа с комбайном выберем ему сразу комбайн вот этот фортридж и поехали записывать маршрут попробуем нарисовать что-то такое дельная и чтобы она еще потом работала урсус не подводи подводи нас денежки наши стали минусоваться работа потихонечку наверное идет опять вот все остановилось будем проверять в общем сейчас запустим два трактора в работу и будем проверять как как же они работают как же они убирают наши поля чем работа у нас не початый край так дайте на застрял ну отлично с дойцем мы сейчас разберемся сначала урсус запустим все таки потом будем разбираться с дойцем я так чувствую здесь у нас много предстоит работы именно менеджерской мы так и будем прыгать от одного мехася к другому наверное может быть это даже и к лучшему потому что у нас постоянно будет чем заняться зона выгрузки здесь вот так он выгрузится и также по кругу мы с вами объезжаем этот ток и возвращаемся на поле и возвращаемся на поле да урсус не ожидал я от него я честно говоря на него возлагал большие надежды чем на чем на дойц этот зелененький ну как показало как мы видим не все так хорошо не все коту масленица как есть пословица да даже внутри он немножко ведь подржавел но зато работает зато работает достаточно бодренько вот на по бездорожью он совсем не ездок что то у него там видимо снизу может отваливается там висит цепляется чем-то за об землю и не может ехать так где дальше у нас да уже хотел здесь на поле свернуть наверное это не самое правильное вот именно отсюда работать с комбайном но честно говоря у меня выбора особого сейчас нет так можем единственное что мы с вами это вот как то вот так наверное вставать еще так это у нас 21 будет поле правильно надеюсь да сохранить 21 я думаю что придется перерисовать на здесь маршрут потому что там где травка нам же ее косить придется если трактор там будет нам все время мешаться тоже не очень хорошо 21 поле мы как уберем поля потом посмотрим какие будут более удобные для нас и может быть на них начнем работать ближайшие точки запустить по маршруту еще комбайн для работы давай так поехал да отлично отлично хоть что-то у нас работает посмотрим где у нас дает застрял дойцы у нас решил опять прижаться к дереву а зачем ты же ты же еще не наполнился а видимо он рядом с комбайном просто ехал и здесь не хватает ему места и сейчас он опять еще раз забор въедет давайте сами тогда чуть-чуть прокатимся хотя бы вот в этих местах здесь сможет подъехать только там впереди опять дерево но мы пока посмотрим понаблюдаем за работой нашего дойца мы сами как раз поучаствуем немножечко так все вроде бы нормально сейчас у нас вазол по-русски просто Васильич да сел опять в комбайн залез он видимо где-то здесь под кустиком отдыхал пока что так и опять будет впереди дерево я чувствую мы еще будем не раз сюда возвращаться пока не сделаем пару проходов пару прокосов я думаю что тогда только все будет более-менее у нас нормально работать так опять поехал сейчас мы к урсусу переместимся посмотрим что теперь не так с урсусом когда у нас дойц поехал зачем он вообще начал разворачиваться едет на временную ездит кругами на временную стоянку вокруг дерева хороводы решил немножко поводить 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 но что это вот ладно в общем не знает что тут ребята сегодня надо мной прикалываются но тоже не очень хорошо и мы я сейчас боюсь как бы мы сейчас может такая сейчас ситуация что мы да урсус однозначно надо продавать смотрите он он везде просто застревает моментально я не знаю как как с ним работать дальше берем в очередной раз в очередной раз едем его выручать в общем сегодня нам задали задачку да ребятки издеваются как хотят так где он там интересно застрял где вот тут может быть тогда мы сейчас с вами вот этим шуфлером подцепимся не знаю перекинем ему этот маршрут здесь с другой стороны тоже ребят можно понять здесь одни деревья причем деревья по моему мы вот эти даже деревья пилить не можем так 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 как же нам сюда подъехать то как же нам сюда подъехать то теперь так да что ты застреваешь то постоянно да опять застрял так это уже урсус не хочет с нами работать в команде да я не знаю тогда для каких работ его использовать но так это невозможно еще немножко вытолкаем так я думаю что он должен поехать я хочу просто развернуть к нему прицеп комбайна чтобы он мог выгрузиться ну нет урсус вообще по-моему ни в какую не хочет ну тогда урсус у нас отправится сейчас на покой все таки так здесь прерывать маршрут придется выгрузиться видимо вот таким способом пока что так так ну и пока мы выгружаемся я поменяю трактора и на урсусе мы поедем отправим его смотрите он опять застрял ну я не знаю уже что с ним делать надо сюда надо ласово вызывать с его техникой какой-то эвакуировать отсюда да он вообще по-моему намертво здесь застрял сейчас будем что-нибудь придумывать какая-то у нас назад может быть его на зеленку вот вытолкать зеленки я думаю что он сможет через поле уехать так да что ж ты вырезаешься то так все через поле будем уходить полями в общем обратно так все урсус в общем понятно у нас гараж на ремонт будем смотреть что с ним не так ласово отдадим он там поковыряется посмотрит если его возможно реанимировать оставим если нет соответственно соответственно придется просто просто его сдать обратно в магазин я не знаю или отвезти на металлолом в общем то посмотрим как все это дело у нас посмотрим как у нас все это дело будет работать дальше так ну а здесь все понятно здесь мы тогда подцепляемся вот этим трактором хотя я его планировал конечно использовать совсем для других нужд то есть его мощь нам понадобилась наверное для других дел там я не знаю подпахать поля культивировать опять же удобрять я не знаю ну что то чем то таким заниматься на урсусе единственное что мы можем наверное с вами самостоятельно ездить если очень аккуратно по каким таким местам так здесь тут немножко прокатимся у нас подозрительно дойтс там помалкивает надо посмотреть не кружится ли он дальше там вокруг дерева то он может просто там высокий достаточно трактор у нас так все мы полные теперь посмотрим сможем ли мы скопировать маршрут так где у нас маршруты 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 честно говоря я забыл где можно копировать где то тут вот тут да дойтс с урсуса копируем маршрут и запускаем посмотрим как это все дело будет работать у нас так только не сбей не сбей не сбей не сбей фу фу я думал он так разогнался я думал он сейчас просто в наш комбайн и врежется так впереди дерево пожалуйста только не в дерево понятно но хватит это не хватит хотел сказать хватит ли мозгов отъехать от этого самого дерева но нет пока у нас Михаси еще не настолько вернее Михаи не настолько с нами сработались чтобы прям совсем исполнять все что мы от них просим без ошибок посмотрим вот выехал хотя бы на дорогу здесь в точке стопа зачем он в точке стоп едет когда ему надо на разгрузку чувствую сейчас будет вот так я и думал вообще у нас такая долгая будет я чувствовал уборочная очень долгая теперь то что теперь то что теперь знак ну в общем все все решил Михаи собрать такой шутник у нас да что ты к этому знаку то привязался все езжай уже я не знаю там ближайшие точки вот ближайшие точки так давай 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 на разгрузку но не это ближайшая же точка у тебя да елки палки ну так так вот ближайшая точка мы стоим прям на ней почему он не едет короче давайте то со стартовой как раз он должен хотя бы хотя бы пусть отвезет ладно уже там не до причуд в общем понятно что этот маршрут надо уже перерисовывать здесь вот этот крест знак который я тоже не увидел с самого начала в общем здесь все очень-очень-очень печально у нас так поедешь так-то наконец-то показывает нам точки все давай езжай я надеюсь что разгрузиться то он сможет без нашей помощи он пока посмотрим у нас дается перестал писать что он ему понравились деревья видимо я я просто не понимаю уже какой крут кто тут наворачивает хоть топливо сжечь плачет сжечь топливо в общем ребята нам дают жару ребята дают жару они просто просто не на секунду не дают нам отдохнуть постоянно постоянно развлекаются что-то шутят один там вокруг дерево кружится другой там просто собирает все что может мы с вами тогда сейчас поедем урсус отвозить на в гараж еще раз скажу попробуем поставить его в ремонт отдадим у вас что-то сможет с ним сделать пусть сделать если нет значит значит придется с ним к сожалению попрощаться но так работать тоже невозможно трактор садится везде где только возможно и невозможно и зацепляется тоже за все подряд это не очень правильно если только мотаться на нем в город вроде как бы что нам тут делать так это . отсюда начали где-то у нас тут должен быть выезд комбайны у нас видите больше простаивают даже такие маленькие именно из того что мы никак не можем найти подход как же с ними работать как же с ними работать здесь нужен второй управляющий такой же как я который будет помогать и который будет наверное тоже вместе с ними ездить везде все делать потому что по другому как-то не получается у нас почему-то работать если курс у нас с курсом сам комбайн еще хоть как-то работает да хотя оставляет там какие-то какие-то не убранные куски но в любом случае он хотя бы работает привет привет кстати на Урсусе и сигнал не работает на Урсусе еще и сигнал не работает ну вот в общем как раз сейчас мы все это попросим отремонтировать если это возможно если нет значит значит придется прощаться нам с Урсусом ну и купим тогда что-то значит другое загоним в ремонтную мастерскую его ты сможешь масло там поменять еще что-то не знаю пусть пусть в общем посмотрит он здесь так пока на место зачем на солнце краска будет выцветать так и что мы видим что у нас не разгрузился это вообще просто печально это очень печально поэтому нам надо будет с вами тогда я даже не знаю уже что делать искать новую точку где мы будем забирать все это дело так в общем я тогда буду ребят разбираться увидимся обязательно с вами в следующей части спасибо всем кто меня смотрел спасибо за ваши лайки и комментарии и всем пока 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 пока